Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников, а в гостях у нас сегодня Степан Захаров. В 15-м году он был участником сборной России на международном турнире юных физиков. И сборная тогда получила серебряные медали. Потом он закончил физический факультет Новосибирского государственного университета. А сегодня я инженер-исследователь Новосибирского государственного университета, инженер-исследователь Института ядерной физики Новосибирского отделения Российской академии наук, а также тренер команды Диоген турнир юных физиков. Вот и Степан покажет нам сегодня простой, но занимательный эксперимент с электричеством. У меня на столе стоит устройство, похожее на вазу. Только это на самом деле не ваза, а модель ускорителя частиц. Правда электростатическая. К крышке о кастрюле прилеплены два электрода. Один центральный, а другой боковой. На центральный электрод я подаю плюс источника питания. На боковой электрод я подаю минус источника питания. Также у меня есть шарик из пластика, который я покрыл тонким слоем графита. Я подаю на устройство напряжение 8 кВт и пускаю шарик, придав его начальный импульс. Шарик начинает двигаться по круговой траектории и не останавливается. А значит, что энергия, которая уходит на трение, восполняется энергией источника питания. Давайте же разберемся в тонкостях работы этого устройства. Изначально шарик не был заряжен, но когда я привел его в контакт с одним из электродов, он получил, скажем, положительный заряд. Далее, из-за того, что я придал ему начальный импульс, шарик начинает двигаться в зазоре между этими электродами. И дополнительно за счет электрического поля приобретает еще небольшой импульс. После этого он приходит в контакт со следующим электродом, уже отрицательным, перезаряжается и начинает дальше по инерции двигаться в следующий зазор. И в этом же зазоре дополнительно приобретает импульс от электрического поля. Дальше ситуация повторяется и шарик начинает двигаться по круговой траектории. И такие подкачки энергии за счет электрического поля компенсируют потери энергии на трение. Ну и вот мы посмотрели такой любопытный эксперимент, послушали объяснение. А теперь я Степана хочу спросить, слушай, а ты в своем институте ядерной физики чем занимаешься? Вообще мы занимаемся тем, что очень точно измеряем параметры элементарных частиц. То есть я правильно понимаю, что ты и твоя работа, она как-то связана с ускорителями? Ну да, собственно, данные мы получаем непосредственно с ускорителя. Вот, и у вас там такие серьезные большие машины. А зачем ты тогда еще этими ускорительными игрушками здесь занимаешься? Да еще нам их показываешь. Ну вообще мне это интересно с той стороны, что можно на этих простых игрушках понять вообще-то физические принципы работы больших игрушек, в которые играем уже мы. Да, как хорошо сказано. Ну тогда, наверное, настало время заключительного вопроса и Степан его задаст уже там, сидя за своей установкой. В нашем опыте шарик постоянно перезаряжался. Но реальные элементарные частицы перезарядить нельзя. Тогда как же их ускорить в подобном устройстве? Ваши соображения по этому поводу пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры подогнал «Симон»!